привет друзья это подкаст базовый блок 187 выпуск с вами я сегодняшний его ведущий иван иваницкий и наш сегодняшний гость и обычный ведущий сергей тихомиров привет сергей привет иван привет дорогим слушателям и сегодня мы продолжим обсуждение берлинских конференций но прежде чем перейдем к самому разговору я хочу как всегда поблагодарить наших патронов на патреоне и бусти которые поддерживают нас помогают нам выпускать контент того качества которого мы хотим и поднимают настроение а также наших дорогих спонсоров и наши спонсоры это зерен умный кошелек для веб-премира он показывает все ваши дефай и nfc токены и поддерживает любые и вем блокчейны такие как эфириум полигон арбитрум и оптимизм зерен можно выпускать собственные динамические nfc аватары сокращенно dna привязанная кончейн активности пользователя зерен позволяет импортировать кошельки из других сервисов создавать новые кошельки и управлять портфелем цифровых активов включая nfc безопасность кода зерен подтвердена аудитами компаний секфолд и qr53 но и от себя скажу что у зерен отличный интерфейс который показывает нам как все должно выглядеть в дефай на самом деле спасибо зерен за поддержку также нас поддерживает powerpool будущее веб 3 автоматизирована автоматизация ончейн операции позволяет эффективно использовать дефай и веб-3 и строить умные продукты на их основе протокол powerpool автоматизирует ончейн операции для дефай пользователей и приложений с помощью децентрализованной сети нот подписантов под управлением дау powerpool приглашает солидите разработчиков и держателей нот поддержать и развивать сеть проект предлагает гранты и награды за выпуск продуктов интеграции и шаблонов автоматических стратегий спасибо powerpool за поддержку базового блока и еще нас поддерживает гош веб 3 гид платформа предлагающие инструменты децентрализации и управление различными процессами от научных исследований до версионированное программного обеспечения от контроля атмосферных выбросов до проведения национальных выборов на основе технологии zkp недавно гошин анонсировал революционный алгоритм консенсуса акинаки обладающий необходимой производительностью для создания мирового децентрализованного компьютера большое спасибо гош и на этом перейдем собственно к разговору напомню что в прошлый раз мы обсудили часть конференции вопросов спикеров с берлинских конференций и сегодня мы обсудим то что не успели на этом слово передается сергею тихомирову потому что у него есть понимание того каких докладах он хотел бы рассказать дальше на спасибо иван у нас есть какая-то тактика будем ее придерживаться мы в прошлый раз анонсировали так довольно громко в начале выпуска что мы поговорим про легальные аспекты и про доклад про торнадо кэш но так и не успели до него дойти поэтому мне показалось правильным с этого начать наш выпуск а потом мы еще поговорим про такие более технические вещи это все главным образом касается интересных мне по крайней мере показавшихся интересными докладов с конференцией добкон и в конце поговорим немножко про и тех берлин это был хакатон а не конференция поэтому это немножко другой формат и там не так много было докладов от таковых но поговорим про легальные аспекты это все конечно очень интересно и тут нужно сделать дисклеймер что я конечно не юрист и как докладчик питер ван валькинбург из coin center начинал свой доклад он говорил я конечно юрист i'm a lawyer but i'm not your lawyer и если вам нужно решать какие-то легальные аспекты поговорите с своим собственным адвокатом но у меня даже нет даже этого я и просто не юрист не то что ваш юрист поэтому отнеситесь с несколько снисходительно к моему пересказу возможно я какие-то тонкие юридические детали воспринял неправильно но попытаюсь общий смысл пересказать питер два доклада с двумя докладами выступил с одним на добконе с другим докладом на и тех берлин на добконе доклад был посвящен делу против торнадо кэш и тому какие именно обвинения выдвигаются против его разработчиков и как линия как будет линия защиты да быть линия обвинения вот как линия обвинения видит эту ситуацию и вот как они это все воспринимают во первых начало с того что его организация coin center которая я думаю многим известно она занимается в вашингтоне в соединенных штатах лоббированием интересов криптоиндустрии в разных органах власти в сша это очень важно потому что как мы тоже много раз отмечали американские регуляции американские судебные решения влияют на если на весь мир то на очень большую часть мира и другие страны даже которые формально не обязаны это делать равно следует политике сша поэтому важно отстоять наши интересы именно там и именно в этом докладе питер говорил про то что произошло с торнадо кэш и позже с самурай волетом самурай волет это биткоин кошелек которого разработчики тоже обвинялись обвиняются сейчас в тех же самых преступлениях или так называемых преступлениях что и разработчики торнадо кэш как развивались события в августе 22 года уже почти два года прошло то надо кэш поместили в санкционный лист разработчиков арестовали точнее арестовали арестовали Алексея Перцева в Нидерландах и обвинили его в отмывании денег. В августе 23-го года арестовали Романа Сторма в США и обвинили его, предъявили ему такие же обвинения. Он написал некоторый документ, по-моему, это называется Motion to dismiss charges. Ну, как я понимаю, это такой документ, в котором ты говоришь, я считаю, что я невиновен, прошу с меня снять обвинение. А в апреле 24-го года прокурор ответил на это письмо и, соответственно, разъяснил свою позицию, почему на самом деле обвинения имеют основания под собой. В апреле 24-го года были обвинены разработчики кошелька Samurai. Это кошелек для биткоина, который позволяет смешивать монеты. Им предъявили похожие обвинения, как и Торнадо Кэш. И, наконец, в мае 24-го года был вынесен приговор в виде 64-х месяцев тюрьмы для Алексея Перцева в Нидерландах. Это такая вот последняя новость по этому вопросу. Теперь, в чем их, собственно, обвиняют? Докладчик сделал важное различие между обвинением в каких-то конкретных действиях и обвинением в сговоре с целью совершения этих действий. То есть, вот в английском есть conspiracy to, такой оборот. То есть, можно обвинять в, например, отмывании денег, незаконной передаче, значит, в managed transmission незаконной передаче денег или попытке уйти от санкций или обойти санкции. Это один тип обвинений, и это не то, что предъявили Торнадо Кэш, а Торнадо Кэш предъявили сговор, conspiracy to, сговор с целью вот этих все вещи сделать. И для прокурора это вот обвинение в сговоре гораздо проще, потому что нужно просто доказать в суде, что кто-то с кем-то договорился, кто-то с кем-то, значит, коммуницировал, с намерением или с каким-то возможным следствием этого сговора могли бы быть незаконные действия. А самих незаконных действий могло бы и не быть вообще-то. То есть, строго говоря, им не предъявляют, что они отмывали деньги, предъявляют, что они в какой-то группе сговаривались и вроде как могли в результате этого сговора отмыть чьи-то деньги. Не нужно доказывать конкретно, чьи деньги они отмыли, потому что это сюрприз-сюрприз, это очень сложно доказать, потому что вообще не они этим занимались, даже если кто-то занимался через Торнадо Кэш. И докладчик задает фалидный вопрос. Окей, если у нас такого обвинения, обвинение такого рода, вот сговор с целью, то насколько широкий вообще мог быть круг этих заговорщиков? Потому что, строго говоря, можно так поставить вопрос, что все эфириум-ноды, например, тоже договорщики. Они же в процессе или транзакции из Торнадо Кэш и в Торнадо Кэш. И все валидаторы, которые просто проверили подписи, они, получается, тоже договорщики. Но это очевидно абсурд, и это можно тоже рассматривать как некоторый контраргумент. Более того, тоже докладчик упомянул некоторые релевантные законы, собственно, в чем именно обвиняют Торнадо Кэш. И мне показалось здесь интересным, что, опять-таки, со слов докладчика, Торнадо Кэш формально запрашивали комментарий Финсен, это американский регулятор, который регулирует передачу денег, и обращались с запросом на предмет того, нужна ли им лицензия, на что Финсен сказал, нет, лицензия вам не нужна, потому что вы не держите деньги. А прокурор сейчас, тем не менее, считает, что лицензия была нужна, хотя соответствующий регулятор написал письмо, что не нужна. Получается совсем абсурдно. Не то, что они специально скрывались от регуляции, они спросили, нужно ли им регулироваться, им сказали нет, а потом им предъявляют за это. Это несколько странно, мягко скажем. Отдельная такая нитка дискуссии, да, и юридический некоторый диалог между прокурором, между обвинением и защитой заключается в том, насколько разные аспекты того, как функционировал или функционирует Торнадо Кэш как протокол, влияют на то, можно ли его разработчиков или его операторов в чем-то обвинить. Тот же регулятор Финцен писал в 2013 году, и автор цитирует тоже его комментарии, что сама по себе публикация софта, которая позволяет осуществлять передачу денег, не является передачей денег. То есть, если я напишу какой-то код, который что-то делает и его опубликую, то это просто код. И в американском контексте это вполне можно подвести под поправку о свободе слова, которая позволяет публиковать все, что угодно, в общем-то. И в Америке очень сильный этот аспект законодательства, что очень многие вещи можно опубликовать в качестве проявления своей свободы слова. Более того, в 2019 году тот же Финцен сказал, что даже если вы оператор мультисиг валета, то есть у вас есть частичный контроль над средствами, то все равно, если этот контроль частичный, и вы единолично не можете забрать деньги пользователей, то вы не считаетесь передатчиком денег. А Department of Justice, то есть обвинение в данном случае считает иначе, оно говорит, нет, Tornado Cash это не кошелек, Tornado Cash это на самом деле сервис по миксингу. Но даже если это сервис по миксингу, Финцент в каком-то другом своем письме заявлял, что даже сервис-провайдер, который предоставляет услуги по анонимизации, сам по себе не является передатчиком денег, да, Money Transmitter. И очень забавно мне показалась такая даже метафора, не метафора, но реально этот случай разбирался раньше в американском судебном контексте, если у тебя есть фирма, которая предоставляет сервис инкассаторский, то есть ты владеешь бронированными грузовиками, которые перевозят кэш. Являешься ли ты Money Transmitter? Должен ли ты отвечать за то, если деньги, которые ты переводишь от своих клиентов, заработаны преступным путем или вообще какие-то грязные? И было отдельное решение, где, как я понимаю, и Department of Justice, и FinCEN согласились, что бронированные машины не могут отвечать за происхождение денег, которые они перевозят. Да, вот пока мы не ушли сильно дальше, у меня есть одно дополнение и один вопрос. Дополнение такое. Боюсь совраться, но если я правильно помню, была история, как опубликовал человек чертежи, как с помощью 3D принтера сделать недетектируемый металлодетекторный пистолет. Он, по-моему, был одноразовый, но так или иначе, с точки зрения американских законов и многих других, это типа сильно нелегальная вещь такой пистолет. Но сами чертежи при этом, если я правильно помню, опять же, их публикация не является преступлением, что как бы укладывается в то, о чем ты сейчас говорил. А вопрос такой, мы говорим о том, что все это происходит в контексте американских законов и регуляций, но при этом мы говорим, что он сидит в Нидерландах. Так, можешь, пожалуйста, это как-то, что судили, суд проходил, и я так понимаю, заключение будет тоже, он вбывать в Нидерландах. Вот как это соотносится? Да, отличный вопрос, я тут полностью, как бы, юридические тонкости, видимо, не проясню. То есть, происходит два судебных процесса по аналогичным обвинениям, один в Америке, а другой в Нидерландах. И в Нидерландах процесс уже закончился приговором, я так понимаю, он будет обжалован, но приговор вынесен, в Америке он не вынесен. Я так понимаю, что, хотя законодательство в Нидерландах и в Америке несколько отличается в этих аспектах, но в каком-то смысле в Нидерландах оно еще более строгое, чем в США. Ну, этот аспект был, спикер его упомянул, но дальше он больше концентрировался на американских историях, потому что он американец, занимается американским регулированием, и он отдельно сказал, что я понимаю, что я в Европе сейчас выступаю, но я вот не специалист по именно европейскому законодательству, но это все, я так понимаю, именно по запросу США и по инициативе США проходит процесс, в том числе в Нидерландах. Вот, так что, такие вот дела. Да, значит, что еще интересно? Видимо, уже такая более практическая, что ли, часть, если вы разработчик какого-то сервиса или какого-то софтвера, который в каком-то смысле, да, может быть похож на торнадо, обеспечивает приватность, например, или что-то в этом духе, то есть несколько вещей, которые, ну, вам нужно понимать, что есть некоторая серая зона, да, есть некоторый спектр между тем, что вы просто опубликовали некоторый код и просто ничего больше не сделали, и тогда, наверное, вроде бы как бы вы подпадаете под поправку о защите слова, свободы слова, и это ок. А на другом конце спектра, если вы прямо являетесь оператором сервиса, который предоставляет услуги, и на этом зарабатываете, берете комиссии и так далее, и тогда с гораздо большей вероятностью можно вас за это притянуть. Есть некоторые вот ступени градации, и, видимо, на каждой ступени нужно хорошо подумать, действительно ли вы хотите этим заниматься. То есть, окей, вот вы написали какой-то софт, вы хотите ли, например, фронт-энд для него поддерживать официальный? Это уже как бы вас приближает к статусу оператора в глазах, по крайней мере, потенциального обвинителя государственного. Бродкастите ли вы транзакции пользователей? Занимаетесь ли вы валидацией какой-то этих транзакций? Являетесь ли вы координатором, если мы говорим в контексте миксинга, например, вот дальше пойдет речь про самурай. Вот самурай – это биткоин-кошелек, который позволяет юзерам перемешивать свои монеты, и сам этот кошелек действует как координатор этого миксинга. То есть, там механика такая, что несколько UTXO соединяются в транзакцию, и потом из этой транзакции выходят, и таким образом монеты перемешиваются. Но чтобы эта вот транзакция большая была сконструирована, нужен некоторый сервис, который будет координировать эту деятельность, там, ну, следить за тем, кто что подписал, и кому какие вот полуподписанные транзакции нужно отправить. И как я понимаю, опять-таки, у самурай, у кошелька самурай был встроенный вот этот сервис, который поддерживался его разработчиками, что не в их пользу говорит судья, да. Несмотря на то, что у самурая не было, как вы понимаете, контроля над монетами. Все подписи осуществлялись локально пользователями, и никакого способа забрать деньги у самурая не было, просто они делали координацию. Вот. Также тоже докладчик цитировал, что, мол, в какой-то момент один из разработчиков самурая написал, что вот, ну, в контексте санкций против России, я так понимаю, что вот, добро пожаловать, российские олигархи, мы вам здесь тоже рады. Такого писать не нужно, говорит докладчик. Все-таки лучше, даже если ничто не мешает российским олигархам прийти и использовать ваш сервис, лучше на этом внимания в Твиттере не акцентировать, тем более под своим аккаунтом, который связывает вас с разработкой этого сервиса. Ну, вот я, может быть, выскажу несколько радикальный взгляд, но у меня такое четкое сложилось ощущение из этих процессов и ряда других, в частности, там, над Россом Ульбрихтом, что если что-то действительно сильно помешает регулятору, то закон найдется. И пытаться заранее угадать, как тебя этот регулятор потом будет судить. Как мы видим, опять же, на этом же примере, когда к регулятору обратились, он ответил, нет, лицензия не нужна. Прокурор решил, да, лицензия нужна. Это садиться с шулером за стол. И мне кажется, ну, единственный правильный способ, тут нам продемонстрировал основатель всей этой дверюки Сатоши Накамото. Мы не знаем, кто он, где он, может быть, он тоже где-то, я не знаю, в ЦРУшном подвале, но, тем не менее, по крайней мере, какую-то степень защиты полная анонимность дает. Ну вот, Россу Ульбрихту не дала, к сожалению, потому что анонимность была неполной. Но так или иначе, если ты делаешь что-то полностью белое и хорошее, тогда имеет смысл выступать под своим именем. Если тебе кажется, что ты можешь наступить на пятки каким-то неприятным людям, тогда, видимо, современные реалии таковые, что лучше это делать, ну, псевдонимно, строго говоря. Знаешь, вот ровно этот пункт, ровно этим пунктом закончил свой второй доклад Питер Вайкенбург. Но здесь, как ты понимаешь, тоже есть некоторая дилемма, что ли, потому что, ну, может быть, я уже отчасти свое мнение сейчас транслирую, что есть некоторый спектр, да, и есть вещи, которые с большей вероятностью можно воспринять как покушающиеся на, там, святыни, государства и устои, но есть какие-то вот много вещей посередине, которые вроде бы такие дисраптив, но не настолько революционные, чтобы это воспринималось как прямо опасность. Если получается, что достаточно безопасно оперировать под своим именем, это тебе открывает много возможностей для какой-то легальной деятельности, да, не знаю, ты можешь митапы собирать, можешь инвестиции собирать, можешь зарабатывать на этом более в белую, да, и это все становится гораздо легче для тебя. Но я не могу обвинять разработчиков, что они хотят, ну, использовать и традиционные финансовые какие-то легальные структуры для того, чтобы воплощать свои идеи в жизнь, да, и не все хотят, и не все могут быть подпольщиками, которые там прячутся за затором и так далее. Все-таки такой путь не для всех. И тем более, ну, тоже, это, видимо, поинт был из доклада, в какой-то момент упомяну, что, окей, даже, ну, то есть, допустим, я хочу изобрести какой-то новый сервис криптовалютный, я такой думаю, буду я как сатоши, вообще буду анонимный. А мои конкуренты в это время не анонимные, они в это время собирают митапы, они в это время платят, там, не знаю, им инвесторы платят деньги и так далее, и они меня обгонят просто в конкуренции, хотя у них, может, быть, почти такой же продукт, может, я себе могу позволить какую-то большую анонимность, да, они ведут себе KYC и будут банить там полпроцента юзеров, ну, допустим, но остальные 99,5% будут им приносить большие деньги, и у них, как бы, по модулю всего получится более успешный проект. И я не могу обвинять, ну, фаундеров в том, что они хотят стать более успешными и более масштабные проекты запускать. Да, да, конечно, но здесь обвинять фаундеров, это вообще был бы чистый вводы и виктимблейминг, и обвинять здесь можно только регулятора в чем-то. Другой вопрос, что, ну, если позволить себе такой несколько конспирологический взгляд, то нужно допустить, что это то, как регулятор сознательно или просто вследствие каких-то теоретико-игровых механизмов давит на рынок, на разработчиков. С одной стороны, на тех разработчиков, которые все-таки решили делать что-то сильно disruptive, он давит так, что им сложнее собрать митапы и инвестиции, а на тех, кто хочет собрать митапы и инвестиции, он давит так, что они будут делать что-то менее disruptive. Вот. И я понимаю, что это звучит как конспирология, но я лично в это верю на 100% и предлагаю всем эту точку зрения рассмотреть. Ну, я с тобой здесь согласен или не согласен. С одной стороны, я согласен в том, что, ну, в целом государственные регуляторы, у них работа регулировать, и, ну, майнсет прокурора, что он ищет везде, в чем можно обвинить кого-нибудь. И в этом, как бы, и смысл сочетательного процесса судебного, что, с другой стороны, адвокат, у которого, наоборот, байс в том, чтобы, ну, найти линию защиты, да, и оправдать своего, своего, ну, обвиняемого, да, своего, как это называется, доверителя, да, так называется. Ну вот. И в каком-то смысле я понимаю, что у них такой майнсет может быть, и это просто их модус операндия. Поскольку это такое латинское выражение. Но, с другой стороны, по крайней мере, если мы говорим про условно-демократическое государство, мне кажется, ничего нет плохого и даже очень даже хорошо использовать существующие там инструменты для отстаивания своих прав. То есть не сдаваться и не говорить, что, ну, это регулятор, непонятно, что будет все запрещать, ну, мы тогда как бы сдаемся и идем в какой-то анонимный андерграунд, да, и там у нас будет полтора шифропанка на ее пользоваться. Идти судиться, да, идти вот как коин-центр, как общественная организация, нон-профит, которая лоббирует интересы, да, наши как криптоиндустрии, поддерживать такие организации, перетягивать политиков на нашу сторону, там тоже дальше. У меня есть заметка про то, что вот два сенатора, Люмес и Вайден, подписали письмо генеральному прокурору, где, соответственно, ну, усомнились, да, в правоверности процесса над Торнадо Кэш. И докладчик отдельно отметил, что, во-первых, интересно, что это сенаторы, демократы, республиканец, то есть это кросс, как это байпартизан ишью, хоть по этому вопросу кто-то, какие-то, какой-то демократ с каким-то республиканцем сумели договориться, что не так уж часто бывает в американской политике. Вот, а во-вторых, один из этих сенаторов, Вайден, прочитал про него два слова в Википедии, он еще участвовал в дискуссиях в 90-е годы, которые определили американский регуляторный пейзаж для развития веба как такового, что вообще дало очень много возможностей и много свободы для развития интернета, каким мы его знаем. В частности, он, это вот сенатор Вайден, играл важную роль в принятии в 96-м году такого-то, такого-то параграфа секции 230 of the Communication Licency Act, где написано, что провайдеры, что интернет-провайдеры в общем случае не несут ответственности за данные, которые их юзеры передают через них. И таким образом, поскольку с провайдеров была снята, или, по крайней мере, по дефолту, в большинстве случаев была снята ответственность за передачу данных пользователей, это позволило бизнесам расти, расширяться сетям, и интернет вырос таким, как мы его знаем. Мне радостно видеть, что такой, ну, ему уже там за 70, такой почтенный сенатор, что он вот в новую нашу битву за приватность тоже вписался. Ну, это дает какую-то надежду. Да, да, это, конечно, позитивная часть во всей этой истории, но позитивная, конечно, не для тех, кто окажется в итоге в тюрьме, что этот диалог, он происходит, и, по крайней мере, общество смотрит на это благодаря тому, что вот произошла какая-то несправедливость, к этому привлечено внимание. И ты еще сказал о том, что, ну, это у прокурора работа такая, искать там везде преступления. И да, здесь я полностью с тобой согласен. Здесь вопрос, скорее, не к прокурору, а к суду, и конкретно к тому, насколько суд в данном случае является независимой ветвью власти от регулятора, от других вещей. И вопрос это довольно серьезный. Я так понимаю, такие же вопросы поднимались в связи с процессом над Россом Ульбрихтом. Да, ну нет, да, я полностью согласен, что, с одной стороны, конечно, нужно ползти в сторону какой-то анонимности там, где это уместно, и, с другой стороны, там, где это неуместно, нужно уже сражаться на таком общественном поле в судах, в медиа, на выборах и так далее. Да, тут я с тобой соглашусь. Но последний пункт, наверное, по этому докладу, который я хотел бы отметить, что даже если мы рассматриваем обвинение даже не в самом преступлении, а в сговоре с целью совершить это преступление, то все равно, как я понял докладчика, может быть, я здесь немного тоже путаю легальные термины, как я понял докладчик, он говорит, что все равно нужно доказать, что у обвиняемых было намерение способствовать сокрытию каких-то конкретных грязных денег, которые allegedly, да, видимо, были сокрыты, там, ими или не ими, возможно. Вот. Но фишка еще и в том состоит, что торнадо кэш, как протокол, он иммьютабл, он лежит на чейне, и никто его не может поменять, и он стал таким вот иммьютабл, неизменяемым до того, как случились все эти события, которые, согласно обвинению, ну, собственно, само это отмывание каких-то грязных денег, которое, ну, допустим, оно произошло, как я понимаю, вот я не уверен, но казалось бы, не оспаривается факт того, что какие-то потоки каких-то денег прошли через торнадо, вопрос в том, вот это, виновны ли в этом, да, разработчики инструмента, но какие-то деньги там проходили с сомнительного происхождения. Вот все эти вот деньги якобы сомнительного происхождения проходили через торнадо уже после того, как контракт был сделан неизменяемым, и это показывает, что, ну, как бы, ну, по логике докладчика, по крайней мере, разработчики не могли иметь определенный умысел помогать условной Северной Корее отмывать их деньги, если сначала они задеплоили контракт, и контракт уже работает, как работает, а потом пришла условная Северная Корея, им воспользовалась. То есть это не для нее было сделано, это было сделано вообще для всех, а потом, ну, как бы, это вот та же самая линия аргумендации, что там ножом можно зарезать и так далее. Производитель ножа не знает и не может знать, как его инструмент будет использоваться, и не может отвечать за это. Ну, вот здесь я, кстати, немножко сыграю адвоката дьявола и скажу вот что. Или прокурора. Я не знаю, точно ли я тебя услышал, но ты сказал, что нужно доказать их намерение в содействии отмыванию каких-то конкретных грязных денег, да? Я так понял докладчика. Тут, может быть, мое понимание не идеально. Но строго говоря, если мы говорим не про какие-то конкретные грязные деньги, а грязные деньги в целом, то вообще-то очевидно, что такие инструменты будут использоваться для отмывания, в том числе грязных денег. И даже мы не говорим там про какие-то, не знаю, северокорейские или террористические деньги, но в целом все эти инструменты делаются и исходно делались для того, чтобы обходить регуляции. И биткоин, и все остальное. То есть это сделано именно для этой цели. Точно так же, как тот чувак, который опубликовал чертежи, он же не опубликовал чертежи ножа, вот как ты говоришь, кухонного. Он опубликовал чертежи конкретно пистолета, который не детектируется металлоискателем. Вот. И с одной стороны, трудно его обвинять в конкретном убийстве, в итоге совершенном этим пистолетом. Но с другой стороны, само намерение противостоять регулятору, скажем так, оно очевидно. Да, это очень хороший пункт, и действительно, это мне напомнил еще, наверное, последнюю заметку с этого доклада про то, что, ну тоже я здесь несколько пересказываю, что в итоге говорит вердикт судебный, что в итоге решил судья, что судья воспринял это все дело как, ну по-английски это называется negligence standard. То есть разработчик обвиняется не в том, что он специально что-то сделал, чтобы кто-то другой совершил преступление, а что он не принял достаточных мер для того, чтобы этому противодействовать. То есть вот я разработал какой-то инструмент, и по логике опять, по логике обвинения, который, видимо, согласился судья с этой логикой, что я мог понимать, что этот инструмент мог использоваться для преступления, и я должен был по этой логике имплементировать какие-то дополнительные меры, чтобы этому противодействовать, чего не было сделано. Ну, то есть, словно говоря, KYC навесить на контракт, потому что я же понимаю, что могут его использовать плохие люди, вот, но это очень широкое толкование, и, как я понимаю, догладчик с ним не согласен в этом случае, по крайней мере, что это чрезмерное требование для разработчиков предусматривать вот такие гипотетические преступления, которые могут совершиться. Ну, хотя я, в каком-то смысле, я могу увидеть противоположную сторону, могу увидеть логику стороны обвинения Торы. А я вот подумал, и я даже пытаюсь вспомнить, было такое в самом деле или нет. Ведь можно в этом чертеже этого пистолета, простите, что злоупотребляю этой аналогией, вставить в ручку металлический шарик и сказать, вот если вы будете делать по моему чертежу, то пистолет легко обнаружит любой металлодетектор. И точно такой же сделать какой-то неработающий KYC, но сказать, я предпринял меры, я не виноват. Ну, непонятно, конечно, сколько это будет работать. Ну да, это все такое, знаешь, ну, в конце концов, можно сделать там в интерфейсе где-нибудь галочку, кликники, как это, знаешь, когда заполняешь анкету на американскую визу, там один из вопросов, там, собираетесь ли вы заниматься терроризмом. И нужно там реально кликнуть галочку «нет, не собираюсь», там, собираетесь ли вы заниматься торговлей людьми и все такое. То есть, в каком-то смысле это похоже. Можно было сделать в интерфейсе галочку «собираетесь ли вы отмывать черные деньги». И ты кликаешь «нет», и дальше это как бы твоя ответственность, кавычка-кавычка. Ну, тоже, это все глубокие легальные дебаты, которые уходят далеко за пределы моей, по крайней мере, компетенции об этом рассуждать. Вот. Что еще можно сказать на этот счет? Можно плавно перетечь к второму докладу, который связан с первым, но относится к несколько другой теме, смежной, а именно про американские санкции. Как мы упоминали раньше, Торнадо Кэш, как бы не только разработчики Торнадо Кэш обвиняются в том, что мы описали раньше, но и сам адрес контракта Торнадо Кэш внесен в список американских санкций, так называемый SDN-лист. Вот что это за лист такой, что вообще происходит? Минутка истории. Вообще все эти санкции, это, цитирую я докладчика близко к тексту, это все инструмент геополитики. И предыдущая версия закона про американские санкции вот прямо так и называлась с очаровательной простотой Trading with the Enemy Act. То есть закон о торговле с врагом. Вот у нас есть враг, можно ли с ним торговать и как с ним торговать? И оттуда же потом закон переименовали или там приняли закон, который заместил этот Trading with the Enemy. Но вообще все это вызывает большие дебаты в американском обществе. В частности, вот про этот SDN-лист докладчик рассказал, что это вообще такое. Если ты попадаешь в этот список, то американцы по поводу угрозы и серьезного наказания больше не могут с тобой взаимодействовать никаким образом, не могут никакие транзакции с тобой проводить. Несколько есть вопросов по поводу того, что в этот список был внесен адрес смарт-контракта. То есть обычно туда вносят людей или организации, какие-то легальные, какие-то юридические лица. И вот по-английски это сформулировано так, что санкциям подвергаются люди, people or property in which, бла-бла-бла, вот такой-то человек has an interest. То есть можно подвергать санкциям человека или собственность, в которой плохие люди имеют какой-то интерес. И вот вопрос, насколько корректно было бы рассуждать, что задеплоенный смарт-контракт, который не может никак быть изменен, что он вообще является чьей-то собственностью. И что можно сказать, что кто-то в нем обладает некоторым интересом, даже если у него есть разработчики. Это интересный вопрос. И в целом, тоже докладчик такую еще линию подчеркнул, что в Америке, по крайней мере, так задумано, существует разделение властей, и когда тот же самый Department of Treasury вводит санкции, то он не может действовать совсем от балды, и строго говоря, с юридической точки зрения, у него есть только те полномочия, которые ему дал Конгресс, когда принимал закон, который регулирует эту деятельность. И также и органы исполнительной власти, и президент не могут делать все, что угодно, а у них власть ограничена тем, ну, законами, которые приняты парламентом. И в этих соответствующих законах, которые описывают порядок взаимодействия с лицами под санкциями, специально сделаны исключения для, по-английски называется, Information Transactions. То есть, если, скажем так, взаимодействие с лицом под санкциями разрешено, если оно исключительно подтрукнувает информационный обмен, а не какие-то, видимо, денежные или материальные интересы. Например, говорит докладчик, совершенно легально в Америке можно опубликовать книгу, которую написал гражданин Ирана, страны под санкциями. Или даже можно опубликовать книгу, которую написал чиновник в Иране, который прямо государственный служащий в суперсанкционированной стране, тем не менее, свобода слова защищает публикацию его мемуаров или чего-нибудь такого. Вот. Нельзя оказывать услуги, нельзя деньги им передавать, нельзя там какие-то коммерческие взаимоотношения вступать, а публиковать информацию вроде как может. Еще одна интересная деталь, что американцев в этом списке нет, как бы казалось бы. Да, я так подумал, знаешь, это сравнение, конечно, приходит в голову со списком иностранных агентов, но вот в этом смысле наоборот. То есть, американцы американцев не санкционируют, а в России как раз только россиян санкционируют. Правда, забавно, что, отклоняясь от темы, что в списке агентов есть люди без российского гражданства. Тоже, мне кажется, очень забавным. Тинькофф, например, Олег. Ну, мне кажется, если бы власть российского государства распространялась бы так же далеко, как власть американского, то у нас и соответствующий закон тоже был бы. Ну да, ну да. Нет, просто смешно рассуждать об иностранном агентстве, когда ты иностранный гражданин. Ну, типа, в такой логике, конечно, я агент, я же вообще даже и не ваш буду. Ну вот, возвращаясь к американцам, почему американцев нет в этом списке? Потому что на американцев распространяются, опять-таки, положения конституции американской, которая предусматривает то, что называется due process. То есть нельзя просто внести в какой-то список без комментариев, нужно, чтобы был какой-то процесс. Этому предшествовал, чтобы была какая-то, ну, мотивация, да, какая-то возможность отспорить его до того, как это произойдет. А на иностранцев это не распространяется. Поэтому иностранца можно включить в этот список, просто вот просыпаешься утром, а ты в списке. Как, собственно, торнадо проснулся, там все мы проснулись, а контракт торнадо кэш в списке. И вот теперь, смотри, как бы, что ты будешь делать. Можно подавать в суд, можно что-то пытаться оспаривать, но пока все это происходит, по-прежнему взаимодействие, да, с этим лицом или организацией списки будет подвергаться преследованию. Ну и, конечно, непонятно, что такое интерес, что такое иметь интерес в организации. С одной стороны, можно посмотреть... А, значит, да, докладчик, он такую провел линию аргументации, что можно ли... То есть вот аргумент про то, что должен быть интерес, можно его повернуть так, что в каком-то смысле существование торнадо кэш и его популярность было в интересе вообще там нас всех, как участников этой индустрии, потому что контракт, допустим, пользовался популярностью, да, им пользовались пользователи, это привлекало новых людей в экосистему, это вело к тому, что курс эфириума рос, ну, можно так построить, да, аргументацию. А у нас у всех есть какие-то эфиры, значит, это для нас тоже выгодно, и наша индустрия растет и так далее. То есть если мы примем логику, что такой непрямой интерес тоже интерес, то получается, что опять-таки неопределенно широкий круг людей подпадает под это определение. Значит, всех нужно санкционировать. Еще история, связанная с санкциями, которая всплыла в этом разговоре, и, значит, докладчик ее упомянул, про Виржила Гриффита, разработчика эфириума, который сидит в тюрьме сейчас по обвинению в том, что он помогал Северной Корее уходить от санкций. Значит, там была такая история, что он, ну, видимо, такой он человек довольно безбашенный, он полетел прямо в Северную Корею и там сделал доклад про то, как работает эфириум. И, строго говоря, можно такое сделать рассуждение, что просто показать презентацию, кому бы то ни было, это вот тот самый информационный обмен, который не подпадает под санкции, поскольку в нем нет никакой коммерческой составляющей, никакой технической составляющей. А с другой стороны, можно сказать, что такая составляющая есть. И, видимо, прокурор и суд посчитают, что такая составляющая есть. То есть даже просто рассказать Северной Корее про то, как работает эфириум, это уже внести какой-то материальный вклад в их возможность обходить санкции, а это уже запрещено. Так что тоже вопрос о том, что является информационным обменом, где грань между информацией и какой-то материальной помощью, она тоже довольно мутная. Но мы видим судебный прецедент, который показал, что вот в таком конкретно кейсе, ну, похоже, что она... Ну да, что информационный обмен уже не совсем информационный. Но еще один такое интересное замечание, которое докладчик сделал, касается системы SWIFT, небезозвестной, межбанковской системы сообщений, помощью которой банки обмениваются, собственно, сообщениями о транзакции своих. Да, есть некоторые страны, которые от SWIFT отключают. Но anyway, SWIFT себя позиционирует в каких-то документах как нейтральный провайдер, нейтральный провайдер сервиса передачи сообщений. И в каком-то другом, то ли судебном процессе, то ли в каком-то вот легальном споре возникла такая история, что вот если с помощью SWIFT, ну, допустим, вот есть американец в американском банке, и он как бы совершенно наивно в лоб просто идет и отправляет через SWIFT деньги, ну, Иран отключен, что ли, от санкций? Ну, короче, какому-нибудь санкционированному человеку куда-нибудь. Должен ли SWIFT за это отвечать? И должен ли SWIFT вообще предпринимать усилия, чтобы остановить эту транзакцию? И SWIFT читает, и вроде как это подтверждено соответствующими какими-то решениями регуляторов, что SWIFT за это не отвечает, то SWIFT это просто передача сообщений, а отвечать за это должны банки. То есть если, например, американский банк разрешает, он как бы не отфильтровывает транзакцию, которая идет к иранскому какому-то чуваку, то это проблема этого американского банка. А SWIFT есть ни при чем. И докладчик говорит, что мы вообще боремся за то, чтобы блокчейн-системы были такими же, как SWIFT в этом смысле. То есть чтобы наши права, или, скажем так, права блокчейн-инструмента в широком смысле были такими же, как у SWIFT-а. Пусть сервисы, которые непосредственно взаимодействуют с пользователями, если они есть, они предпринимают какие-то действия по соответствию всевозможным регуляциям, а блокчейн сам по себе, как средство передачи сообщений и средство их обработки, не может знать и не может за всем уследить и не должен, в общем-то, пытаться на уровне протокола и на уровне инфраструктуры предотвратить какие-то потенциально незаконные действия, даже если они собираются произойти. Реалистично ли это с учетом того, что SWIFT все-таки проводит какое-то KYC и может откатить какие-то транзакции, в отличие от блокчейна? То есть они же выполняют требования регулятора в другом виде, поэтому, видимо, регулятор и хочет, чтобы иммьютабл блокчейны выполняли требования заранее, пускай даже эти требования не сформулированы. Да, ну слушай, аргумент со SWIFT в том, я тут не могу поручиться за то, что делает SWIFT. Я на самом деле не знаю в точности, что делает SWIFT. Ну да, вообще здесь есть, конечно, разница в том смысле, что если американский банк что-то нарушил, отправив транзакцию через SWIFT, кому не надо, к нему может прийти американский регулятор и сказать, а ну-ка, скажи SWIFT, чтобы он эту транзакцию откатил, и банк может сказать SWIFT откатить транзакцию, и SWIFT ее откатит, если она там не еще, ну, не дошла, да, в кавычках-кавычках. Я не знаю, можно ли это сделать в любой момент, не знаю, можно ли это через год сделать. Наверное, нет. А через день, наверное, да. Ну, тонкий вопрос, я не знаю. Ну, то есть, в каком-то смысле аргументация автора доклада, мне кажется, логичной в том смысле, что давайте мы пытаемся отделить инфраструктуру от каких-то акторов, да, которые ей пользуются. Ну, понятно, что аналогия может быть не везде точной, или не совсем точной. Ну да, в качестве последнего слайда, да, последнего аргумента этого доклада, тоже, о чем мы говорили уже раньше, докладчик говорит, что вот, конечно, можно брать пример Сатоши. Сатоши, как бы, Сатоши не нужно думать о том, как соблюдать KYC и как фильтровать транзакции в биткоине, потому что Сатоши уже давно не участвует никак в этой всей истории. И по мнению автора доклада, мы сейчас вступаем в период криптовойн 2.0. Криптовойны 1.0 – это то, что было в 90-х, это процессы в Америке, связанные с регуляцией шифрования, когда, в частности, алгоритмы шифрования считались оружием, и поэтому запрещено было экспортировать их из США, как, соответственно, но не подпадали, по мнению каких-то регуляторов, подпадали под контроль на экспорт вооружений. И там были судебные процессы, и все, значит, настаивали в судах право публиковать криптографические алгоритмы. Да, и там тоже использовалась эта поправка о свободе слова, про то, что если мы возьмем криптографический алгоритм и опубликуем книгу, где он будет напечатан, то вы ничего не сможете с ним сделать, потому что это свобода слова. Но, так или иначе, в конечном итоге удалось отстоять свободу в довольно большой степени, свободу интернета, свободу шифрования, что сложило основу и развития интернета, каким мы его знаем, достаточно свободного до какой-то, по крайней мере, времени. Я бы сказал, да, в 90-х, нулевых, очень свободного, в общем-то, во всех, я думаю, странах, за каким-то редким исключением. Вот, и шифрование, и, соответственно, основы для появления последующего биткоина и всевозможных криптовалютных систем. Это все растет из 90-х. А сейчас у нас очередной раунд этой битвы. Мы теперь пытаемся отстоять наше право на нейтральную архитектуру, нейтральную инфраструктуру, да, в виде блокчейнов или похожих систем, которые позволяют передавать единицы ценностей или какие-то схожие вещи. Вот, хотелось бы тоже эту возможность не упустить, да, и не проиграть. Ну, и, наверное, последний я от себя закончу. Хотел этот вопрос задать докладчику, но как-то я поздно его сформулировал и не успел уже уложиться в это Q&A. Там много было желающих задать вопросы. Но у меня возник вопрос, насколько вообще геополитический климат влияет на такие вещи. То есть, сравнивая обстановку в 90-х с обстановкой сейчас, в 90-х же это был полный мир, дружба, жвачка. Советского Союза больше нет, холодной войны больше нет, и можно, в принципе, расслабиться. То есть, не нужно так сильно париться на предмет всяких там, знаешь, к нам придут советские шпионы и зашпионят у нас всю криптографию. И в этом смысле я могу представить, что было относительно легко протолкнуть точку зрения, что давайте мы дадим полную свободу, развитие бизнеса, рабочие места, вот это все в противовес угрозам национальной безопасности. А сейчас как будто наоборот мир поляризуется, и всякие геополитические противники появляются у Соединенных Штатов. И я даже не о России говорю главным образом, а о Китае. И опасения о том, что китайские шпионы придут и украдут всю криптографию и украдут все блокчейны, оно, возможно, в американском дискурсе становится все более весомым, но не без оснований. И да, наверное, стоит задаться вопросом, не будет ли сложнее отстоять вот эти криптовойны 2.0 в таком политическом климате, да, 2020-х, чем тогда было в 90-х. Не знаю, как-то вот очень удачно интернет появился вот именно в какой-то правильный момент, я долоблю себя на мысли, когда, ну, и даже и в глобальном смысле, и в смысле, там, России, да, что государство было не до того, и это позволило развиться в свободном довольно режиме интернету, уже там, рунету, скажем так, как мы его знаем. Но даже и в глобальном смысле Америка тоже была не против этого всего. А сейчас что-то уже атмосфера немножко не та, к сожалению. Ну, получается, мы живем в чуть более сложные времена, и все философы учат нас, что нужно не роптать, а трудиться. Вот, трудимся, подкаст записываем. Уже практически выбились из сил. Все для дорогих слушателей. Ну вот, давайте мы, наверное, перейдем к более техническим темам, возможно, более для нас родным, осветив не очень веселые легальные аспекты нашей деятельности, поговорим про более технически интересные вещи. Один из докладов, который я еще хотел осветить, называется Does Ethereum Need PBS? Автор этого доклада Феликс Леопольд из CowSwap рассказал нам про MEV, который я, наверное, для краткости буду называть просто MEV, и, соответственно, то, как проект CowSwap предлагает с ним бороться, но тоже мне скорее показалось интересным даже не конкретный какой-то продукт, а такой общий обзор того, что такое MEV и каких категорий он бывает. Значит, что у нас с MEV? Ну, как такой a bit of background, наверняка многим это знакомо, но MEV, maximal extractable value, ранее известный как майнеры extractable value, это некоторая ценность, которую могут привлекать привилегированные акторы в системе, такие как майнеры, валидаторы или секвенсеры, for that matter, в роллапах, например, за счет того, что они могут видеть пользовательские транзакции до того, как они подтверждены, и их переставлять местами, вставлять свои транзакции и делать разного вида арбитража, пользуясь своим правилом определять порядок транзакций. И какие, собственно, у нас бывают виды, возвращаясь к докладу, этого самого MEV? Во-первых, у нас бывает swap MEV, он же известен как sandwich attack, я думаю, наиболее известный тип, такого рода атаки, но тоже философский вопрос считать, ли это атакой, но так или иначе, если приходит юзер и говорит, я хочу купить таких токенов за другие токены, перед этим, значит, перед его транзакцией вставляется транзакция, которая покупает эти токены, поднимая на них цену, юзер покупает токены по завышенной цене, а потом эти токены продаются, и в итоге, значит, условно майнер, кавычка-кавычка, остается в прибыли, тогда как юзер получает худшую цену за то, что он покупает. Окей, другая категория, видимо, схожая, схожая категория, это арбитраж между централизованными и децентрализованными обменниками, и это, по словам докладчика, вообще-то, одна из главных категорий, вообще главная категория по объему в MEV, потому что принципиально централизованные обменники, они оперируют с более точной гранулярностью по времени, и если мы возьмем какой-нибудь фид цены из Binance, он обновляется, не знаю, раз в какую долю секунды, но можно сказать, постоянно. А тот же Uniswap или какие-то децентрализованные обменники обновляют свою цену только раз в 12 секунд, когда новый блок появляется, и в результате этого можно постоянно это арбитражить. Также у нас в качестве источника MEV могут быть рассмотрены ликвидации, когда есть какие-то позиции на Maker или на Aave, когда стоимость залога уменьшается, тогда любой может прийти и за награду ликвидировать эту позицию. Ну, еще бывает MEV, связанный с, я уже даже не очень понимаю, написано Just-in-Time Liquidity, не очень понятно, что имеется в виду, а также хаки смарт-контрактов, которые, ну, видимо, не так часто случаются. Но так или иначе, можно посчитать количество блоков, и есть проекты, которые это мониторят. Можно смотреть на эфириумные блоки и смотреть, сколько там было транзакций, которые в итоге вошли в блок, но они не были в публичном мемпуле. Такого рода транзакции, они скрелированы с MEV, потому что там какие-то приватные, то, что называется Private Order Flow происходит. По словам докладчика, более 90% транзакций, которые включают в себя, которые могут быть как-то скрелированы с MEV, они включают в себя DEX, и даже те оставшиеся 10, которые не напрямую могут быть связаны с DEX, могут быть как-то опосредованно связаны. И здесь мы приходим к ключевому такому наблюдению, почему вообще у нас появляется MEV во взаимодействии DEX с централизованными обменниками. Потому что у нас ключевая причина этого, что у нас тот же самый актив в том же самом блоке может иметь разную цену за счет того, что цена обновляется постоянно на централизованных источниках, если мы считаем источником правда централизованный обменник. Как бы настоящая в кавычках цена обновляется постоянно, а на блокчейне она обновляется раз в блок. Поэтому может быть такое, что в какой-нибудь паре ETH-Dollar могут обмены происходить с разницей в курсе 1% в течение одного блока. Это вот интересное наблюдение. Ну и дальше автор описывает решение, которое предлагает собственно протокол Cowswap. Ну окей, как бы здесь главная идея в том, что пользователь будет вместо того, чтобы создавать транзакцию, будет создавать некоторые интенты или ордеры. Он будет говорить пользователю, я не знаю, как именно моя транзакция пройдет, какие именно пулы или обменники ты используешь, но я хочу поменять эфиры на USDT или наоборот вот по такому-то курсу или с такими-то ограничениями, курс в таком-то диапазоне. И что предлагает проект, который представляет автор? Что вот он говорит, по дефолту у нас могут быть разные цены за один и тот же актив внутри блока, а мы, значит, гарантируем, что у нас будет одна цена за данный токен внутри блока, никакого арбитража не будет, все будет честно. И чтобы это обеспечить, мы запустим сеть солверов, которые будут находить решение вот к этим задачам. К задачам, вот пришло 100 интентов, и вот первый пользователь хочет поменять вот токен А на токен Б по такому-то курсу, второй токен С на токен Д по сейкому-то курсу, и дальше можно их как-то мэчить так, чтобы они отчасти резолвовали друг друга. Кто-то хочет поменять эфир на USDT, кто-то хочет поменять USDT на эфир, можно их смэчить, и это будет эффективнее для всех. Окей, как бы, so far so good. Единственное, что мне осталось непонятным на самом деле в этой всей конструкции, что насколько мы доверяем собственно организатору всей этой конструкции, протоколу каусов, как я понимаю, который посередине стоит, то есть основывается ли вся эта конструкция и обещание того, что у нас мева не будет, мы не будем из вас извлекать мев, не является ли это просто доверием вот этому конкретному проекту, что именно он не будет эксплойтить транзакции пользователей. Но пока что не очень понятно. Вроде как докладчик даже на эту потенциальную критику ответил, он говорит, что вот, да, понятно, что есть некоторый риск централизации, и вот именно поэтому мы хотим запустить сеть разнообразных солверов, которые будут объединены с экономикой. В том числе он говорит, что мы будем вознаграждать тех солверов, которые добросовестно делают свою работу, но при этом конкретно их решение не вошло в финальную версию данного блока. Это мне напомнило идею про награду за анкл блоки, если помните, была такая в Roadwork эфириуме. Идея, что мы будем награждать майнеров, которые честно заманили блок, но не попали в итоговую ветку. Но в целом я бы сказал так, что почему мне доклад показался интересным? Во-первых, потому что меф — это, в принципе, интересная тема, и, как мне кажется, очень большая доля каких-то инженерных челленджей и вопросов в эфириуме и на первом уровне, и в значительной части на втором уровне, она происходит вот от этого мева. Кто его забирает, при каких условиях, кому он достается? То есть, вначале мой наивный взгляд был такой, что это некоторое, видимо, неизбежное зло, и, в принципе, никакой большой разницы нету, кому эта штука достается. Какие-то валидаторы могут это эксплойтить, ну окей, whatever. А оказывается, что это людям очень важно, и, видимо, это очень важно, потому что большие деньги через это проходят, и важно, кто их будет контролировать и кто их будет забирать. И поэтому люди городят огороды и строят какие-то полуцентрализованные решения, чтобы на этот поток сесть раньше, чем на него сели кто-то другой. Ну вот. И общий какой-то архитектурный паттерн, который я наблюдаю не только здесь, но и вообще в схожих аспектах, заключается в том, что, окей, у нас есть какая-то точка централизации потенциальная, например, что мы, чтобы бороться с мевом, мы все транзакции будем пропускать через свой узел, да, и если вы доверяете нам, что мы не будем вас фронт ранить, то никто не будет вас фронт ранить. Ну, как бы это, окей, может такое быть. Но дальше люди говорят, окей, чтобы избежать этого риска централизации, мы вместо центрального сервера сделаем аукцион и будем продавать право на то, чтобы стать, ну, терминология разница, ну, скажем, там, пропозером, например, для того, чтобы предложить следующий блок, мы будем это право разыгрывать на аукционе. Дальше мы думаем, какие бывают конструкции аукционов, что там разные билдеры будут отправлять заявки по какой-то цене, кто купить это право и так далее, и так далее. Но мне кажется, что некоторая проблема, которая, опять-таки, заметается под ковер, это кто, собственно, проводит аукцион. То есть все равно, как мне представляется, где-то должен сидеть аукционный дом, который будет определять по определенным правилам, кто аукцион этот выиграл. Может быть, его можно положить на чейн, может быть, его можно реализовать в виде смарт-контракта, кстати, тоже возможный вариант. Но что-то мне подсказывает, что, по крайней мере, в первой версии таких протоколов, там никого смарт-контракта не будет, там будет тот же самый, значит, какая-то централизованная организация, которая будет координировать аукцион. И теперь уже от них зависит, от аукционного дома, скажем так, зависит, кто попадет в блок, а кто нет, или кто будет извлекать миф, а кто не будет. Ну, не знаю, какой здесь вывод сделать, вывода особо нет. Вот такую штуку. Над такими вещами люди работают. Вот мне кажется, к этому твоему размышлению можно сказать следующее, что, конечно же, нам нужна полная децентрализация на уровне протокола, когда приходят туда разные люди, взаимодействуют с untrusted parties, и все друг друга могут как-то обмануть. Но, с другой стороны, если ты приходишь к конкретному сервис-провайдеру, и он тебе обещает честность, и ты каким-то образом можешь эту честность мониторить, то дальше вообще-то не обязательно, чтобы это было все строго децентрализованно. Потому что ты, вообще-то, если тебе не понравится, можешь оттуда уйти. И мне кажется, может быть, я что-то не понимаю, но мне зачастую кажется, что комьюнити требует от проектов большей децентрализации, чем она на самом деле нужна там. Вот это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать. А понимаешь ли ты, насколько вот вся ситуация эта с MEV, с возможностью как-то манипулировать транзакциями и извлекать дополнительную прибыль, насколько хуже она стала с переходом с Proof of Work на Proof of Stake? Потому что звучит так, как будто бы сильно хуже. Слушай, я вот здесь не скажу, на самом деле, насколько эти два события зависят друг от друга или просто совпали по времени. То есть, как будто бы вот этот вот рост... Хотя нет, подожди-ка. Первая же статья про MEV, Flashboys 2.0, она 2020 года. То есть, уже тогда стали про это думать, и эта тема стала горячей уже к году 21, мне кажется. А на Proof of Stake фильм перешел в 22-м же, да? Ничего не путаю. Но в любом случае, позже. Как бы MEV как тема появился раньше. Вопрос того, насколько он стал коммерчески эксплуатируем в связи с Proof of Stake или нет. Мне кажется, что это немножко ортогональные вещи, но могу ошибаться. Вот я тоже пытаюсь у себя в голове сконструировать, ортогональные или нет, и не понимаю. Ну, пишите в чате, дорогие слушатели, как вам кажется, ортогональные это вещи или нет. Обсудим в комментариях. Еще один схожий доклад хотел я минуть. Называется API3, так называется проект. И это, ну, он позиционируется как MEV Aware Oracles. В общем-то, то же самое вид сбоку. Докладчик говорит следующее, что вот у нас есть MEV, obviously, а также у нас есть OEV, а именно Oracle Extractable Value. И в чем здесь прикол? В том, что очень многие протоколы, в частности, те же самые ликвидации в протоколах лендинга, зависят от курса чего-нибудь одного по отношению к чему-нибудь другому. Этот курс поставляет нам оракул. И оракул по определению раньше всех знает, какой будет следующий курс до того, как это попадет в общий доступ. Поэтому технически оракул мог бы это знание эксплуатировать, извлекать этот MEV или OEV прямо вот у себя. Почему-то, опять-таки, говорит докладчик, для меня это выглядит несколько, ну, любопытно. Докладчик говорит, что вообще-то да, вообще-то оракулы могли бы эксплуатировать свою привилегированную позицию, но они это не делают вот просто потому, что как бы это так вот договорились все. И это считается неприличным, вот оракулы просто договорились этого не делать. Звучит довольно странно, но, видимо, это действительно так и есть. Ну да, у нас супер, конечно, такая децентрализованная система, что, ну, либо ожидание реальность, да, ожидание, что у нас суперрациональные акторы, которые движимы только своим желанием максимального профита, и они в таком, значит, гармоничном оркестре, как дирижирует ими криптоэкономика анонимная, они вот делают то, что строго выгодно их интересам, а вместе получается та система, которая дает функциональность нам, как юзерам. На самом деле там куча каких-то закулисных договоренностей, и типа оракулы просто решили этого не делать, хотя могли бы. Окей, а если оракулы это не делают, то кто это, собственно, делает? Это делают ликвидаторы, которые эти оракульные транзакции замечают и, соответственно, ликвидируют позиции, которые становятся не, ну, более несостоятельными, но при этом, как показывает автор, там анализируя некоторые транзакции, что ликвидаторы огромную долю той награды, которую они могли бы получить, они отдают валидаторам для того, чтобы именно их транзакцию включили в блок и желательно пораньше, как бы повыше, ближе к началу блока. То есть получается, что вот есть какая-то рискованная позиция на мейкере, я ликвидатор, я вот заметил апдейт от оракула, я извлекаю там 100 долларов, но наряду со мной это еще 100 человек могут извлечь 100 долларов, а кто именно из них попадет в блок и кто именно на самом деле их извлечет? Это зависит от того, что решит, ну, тот, кто собирает блок. Я, ну, можно сказать валидатору, да, можно сказать блокбилдеру, видимо, это билдер билдит блок, я ему 99 долларов из этих 100 отдаю, чтобы именно меня включили, а сам забираю просто там какой-то несчастный доллар, оставшись. Опять-таки, мой несколько наивный взгляд, где все эти, значит, валидаторы, ликвидаторы и билдеры, это все, в общем-то, один хрен, ну, как один хрен. Мне кажется, что не так важно, кто именно из этих акторов забирает какую-то прибыль. Ну, типа, кто может, тот и забирает, свободный рынок у нас такой. Вот, а с точки зрения докладчика, это некоторая проблема, которую мы должны решать. Он говорит, окей, как мы будем решать эту проблему, что подавляющее большинство ценностей ликвидации или награды за ликвидацию достается не ликвидаторам, а валидаторам. Мы их будем решать, конечно же, с помощью аукциона. У нас будет аукцион на базе Оракула, и люди будут в качестве участников аукциона делать свои ставки и, ну, платить деньги таким образом за то, чтобы получить первыми обновления от Оракула. Ведь предполагается, что по дефолту Оракул будет поставлять в открытый доступ несколько устаревшие данные, которые уже невозможно так напрямую эксплуатировать для профита, а профессиональные игроки будут участвовать в аукционе, чтобы первыми получить вот прямо самые свежие данные, там, секунды в секунду. А в чем здесь состоит привилегированность положения Оракула? В том, что он раньше всех эту информацию вытаскивает с centralized exchange, где она имеет условно непрерывный характер, или в том, что на ту информацию, которую он предоставляет, потом опираются большое количество других акторов, которые уже какие-то действия совершают именно вот с той информацией, которую Оракул запостил, а не с каким-то другим чуть-чуть отличающимся курсом. Ну, и то, и то. Я так понимаю, что и то, и то. На самом деле для меня здесь тоже некоторый парадокс заключается в том, что... Сейчас пытаюсь сформулировать. То есть вот, допустим, я Оракул, и я первый знаю, там, первый во вселенной, я узнал, что курс эфира к доллару теперь вот стал на доллар выше. Допустим, я хочу эксплуатировать эту информацию. Так вот не то, чтобы ты об этом узнал, потому что не то, чтобы есть какой-то универсальный курс, а ты, скорее всего, просто подтянул его и посчитал с нескольких centralized exchange. То есть вот в этом знании само по себе, как мне кажется, никакой ценности нет. А вот то, что люди потом тебе доверяют и опираются конкретно на ту цифру, которую ты запостил, потому что ты Оракул, и ты молодец. Вот это да. А я могу ошибаться. Окей, я с тобой не спорю. Я Оракул в том смысле, что моя роль заключается в том, чтобы подтягивать данные из Binance на Chain. Ну, в простом случае мы говорим исключительно сейчас о таких финансовых оракулах. Мы не говорим об Оракуле, про текущую погоду в Берлине. Мы говорим про курс эфира к доллару. Но, скажем так, из on-chain игроков, вот я первый узнал, что на Binance теперь эфир стоит на доллар дороже. И вот я думаю, окей, как бы я мог использовать эту информацию. Или, наверное, так, лучше сказать, там эфир стал на доллар дешевле, и поэтому какие-то вот долговые позиции, да, стали больше недостаточно обеспеченными, их можно ликвидировать. Это вот мое знание, которое у меня есть. Казалось бы, я его могу эксплуатировать тем, что я сам могу стать ликвидатором и включить, как бы отправить в блокчейн обновление Оракула и сразу вот после него отправить транзакцию, которая закрывает какую-то позицию и мне дает награду уже к ликвидатору. Да, вот казалось бы, такая логика. Но у меня такое возражение, у меня нет, на самом деле, ответа на этот вопрос. А что мешает, там, блокбилдеру, как его ни назови, или валидатору в конечном итоге взять и мою транзакцию, эти две транзакции расцепить? То есть, окей, спасибо большое за Oracle Update, мы приняли к сведению, что теперь эфир стоит на доллар дешевле, а твою транзакцию, которая эксплуатирует этот MEF, мы ее выкинем просто или мы ее уберем в хвост блока, где она ничего не будет иметь никакого значения. Также могут сказать, правильно, те, кто билдит блок. То есть, как будто последнее это слово все равно не за Оракулом, а за тем, кто блок конструирует, не так ли? Или даже не конструирует, а кто его подписывает в рамках ProStake протокола? То есть, окей, можно представить себе ситуацию, когда вот Оракул пытается запихнуть свою транзакцию сразу после своего апдейта, потом приходит билдер и говорит, минуточку, я свою транзакцию запихнул сразу после апдейта, и отправляет это валидатору. А валидатор говорит, нет, минуточку, я все-таки свою транзакцию отправлю после апдейта. Это происходит или нет? Или это не... Я не вижу причины, почему это не может происходить. Но сейчас у меня сразу впечатление, по крайней мере, из доклада, что как будто бы Оракул мог бы свою позицию эксплуатировать, и у него бы все вот это получалось. То есть, почему бы эти транзакции, две транзакции Оракула, их бы не расцепили по ходу этой пищевой цепочки, которая дальше идет еще на 10 ступеней после. Условно, а не можем ли мы написать смарт-контракт, где в рамках вызова одной функции будет вызываться апдейт Оракула и свап? Тогда не расцепишь. Хорошая идея, хорошая идея. Может быть, так это и происходит, на самом деле. Я не знаю. Но это будет тоже выглядеть стрёмно, потому что все увидят, что Оракул этим занимается тогда. Да, да. Оракул скажет, что ты мне сделаешь, я Сатоши. Но они скажут, а ты больше не Оракул, мы пойдем к другому Оракулу. То есть, это же во многом репутационная вещь, Оракул. Ну да, ну как бы, даже в такой ситуации нельзя сказать, что Оракул не поставляет данные. Он поставляет данные, это вот они. Они корректные, да, валидные. Просто ты не можешь на них зарабатывать. Оракул может. Я еще в ходе того, как мы об этом рассуждали, вот о чем подумал. Вот ты сказал, что исходное наше предположение security assumption, на самом деле, состоит в том, что это все рациональные акторы, которые стараются извлечь максимум пользы оттуда с одной стороны и с другой стороны. Там как будто бы есть какие-то полупубличные, полуподковерные соглашения, что так мы делаем, так мы и делаем. И это потенциально может рушить систему. Я не знаю, или не может. Но так или иначе, как будто бы, раз у них у всех есть там какой-то свой интерес, и они все пытаются экстрактнуть какой-то свой мев, и там плывет денежка туда-сюда, как будто бы это увеличивает безопасность системы относительно внешней атаки, про которую, ну, говорили там еще в контексте биткоина, когда приходит, там, не знаю, регулятор или кто-то еще и говорит, вот мы вас подкупим, майнеров, чтобы там что-то свое сделать, какие-то транзакции зацензурить, или какие-то транзакции раньше замайнить и так далее. Вот. А все эти ребята говорят, нет, сорян, у нас и так здесь уже такой свой сыр-бор, на котором мы зарабатываем, что никакие ваши внешние взятки нас не интересуют. Как будто бы вот в этом плане security увеличивается. Или я что-то додумываю? Нет, это валидное рассуждение. Может, только про это подумать. Ну, как будто бы, как будто бы да. Но другой вопрос, что немножко здесь, как сказать, тоже вот такое мета-наблюдение, что меня немножко напрягает в разговорах про MEF, что... Сейчас, у меня вот нечетко сформулирована эта мысль. То есть, с вами как бы в простом и наивном мире биткоина, условно говоря, или какой-то системы для платежей, у нас есть пользователи, они извлекают пользу из того, что они переводят деньги куда-то кому-то и платят за это комиссию. И это в каком-то смысле очень просто для понимания, что вот есть сервис, и я плачу за этот сервис, и если этот сервис нужен многим людям, то за него готовы много платить, и ноды зарабатывают, мани разрабатывают и так далее. А когда мы это переносим на мир MEF, так сказать, вот я немножко перестаю понимать, как бы в чем сервис, который оказывают все эти акторы. То есть, как будто наш сервис заключается в том, чтобы какую-то спекуляцию провернуть раньше, чем другие. И при этом это чем дальше, тем больше мне напоминает такую вот вещь в себе и замкнутую систему на самой себе. То есть, не то, что мне нужно какие-то токены перевести, и я поэтому за это готов платить. А мне, в принципе, все равно, что куда переводить. Мне ничего не нужно переводить. Мне нужно провернуть какую-то схему так, чтобы в итоге было больше денег, чем было изначально. И как будто бы вот этот вот запас этой value, кавычка-кавычка, он должен быть конечным, наверное, потому что это value происходит из того, что где-то какой-то курс обновляется быстрее, чем где-то в другом месте. Это не ценность, которую система дает во внешний мир. Это разные куски одной системы, которые, как бы, они не совсем гладко друг с другом взаимодействуют. И вот на этих местах, где стыки происходят, кто-то сидит и зарабатывает. Понимаешь, о чем я? Как будто да. И как будто это еще и уменьшает ценность для конечного пользователя, который хотел перевести токены. Потому что как будто бы все эти акторы платят GAS и повышают GAS price. И если можно, например, в контексте обычного арбитража, даже там арбитража между пулами, я не знаю, или чем-то еще, говорить, что этот арбитраж полезен для рынка и полезен для человека, который просто хочет купить токенов, потому что он в итоге их купит по более актуальной цене, то каким образом вот этот миф полезен для пользователя, понять трудно, как будто бы вреден. Нет, ну он вреден. Вопрос в том, насколько имеет смысл с ним бороться и насколько имеет смысл его перекладывать из одного места в другое. То есть если бы можно было его вообще избежать, то, наверное, это стоило бы сделать. Но у меня возникает впечатление, что мы не можем его избежать, мы можем только его как бы переталкивать, да, из одного места системы в другое. Окей, нас будут не оракулы извлекать, а билдеры, а потом нас не билдеры будут извлекать, а там участники аукциона, которые будут за что-нибудь ставки делать. То есть мы как бы наворачиваем слои сложности, но при этом фундаментально у нас все равно этот миф, он есть где-то, и мы его вот так между этими слоями размазываем. Почему это хорошо вообще, я не понимаю. Ну, может быть, это и нехорошо, точно так же, как то, что мы для биткоина жжем электричество, не то, чтобы само по себе хорошо. Может быть, это просто, ну, цена, которую мы платим, реальность которой приходится мириться, ради того, чтобы у нас это все в итоге работало. Но мне кажется, что немножко сложнее все, чем с электричеством здесь. Да, определенно, определенно. Да, у меня еще немножко вот завершает разговор про этот доклад. Немножко меня, ну, не то, что помобило, может, и помобило, от того, что докладчик говорит, что, смотрите, вот тот тип мева, с которым мы сейчас показали, как бороться с помощью аукциона, который будет у Oracle данные покупать раньше, чем у других, вот мы таким образом сможем сэкономить кому-то. Вот сейчас я задумался сильно кому, непонятно. Ну, типа, там был такой слайд в духе того, что мы смогли бы сэкономить там 100 миллионов долларов. Что бы мы могли на эти деньги сделать? Мы бы могли сделать больше майнинг-реворд и больше ликвидити майнинга, вознаграждать наших ликвидити-провайдеров. Мы бы могли, сейчас скажу, какая-то была еще идея в духе того, что давайте мы будем ответственных заемщиков на протоколах типа мейкера вознаграждать за то, что они такие ответственные, а тех, кто там безответственно берет в долг, да, и попадает под ликвидацию или что-то, мы будем их наказывать, что-то такое, что вот, значит, мы будем инсентивизировать то, чтобы люди двигались из стадии, значит, дегена в стадию ответственного и разумного заемщика. Окей. Мы могли бы сделать еще токен-бернс, могли бы сжечь токены каких-то протоколов, повышать их ценность таким образом. В общем, много идей, куда лишнее... Ну, 100 миллионов немножко я с головы сейчас придумываю, но там было такого порядка цифра. Много идей, куда бы лишние 100 миллионов можно было бы запихнуть, но при этом все эти идеи, куда бы эти деньги можно употребить, они все равно для меня звучат как сугубо спекулятивные и сугубо такие переложимы из одного кармана в другой. Купить ламбу звучит как более безвредный, на самом деле. Ну да, купить ламбу. То есть все равно как будто какие-то деньги перетекли из одного кармана в другой, давайте мы их используем для того, чтобы подкупить, кавычка-кавычка, еще больше юзеров, чтобы к нам пришло еще больше юзеров или ликвидити-провайдеров. Ну, говорю же, вещь в себе. Там никто не говорит, что эти 100 миллионов долларов можно было инвестировать, я не знаю, в развитие криптографических протоколов или технологий, да вообще какую-нибудь другую область, да, исследования долголетия. Нет, мы сделаем так, чтобы у нас больше было ликвидити-провайдеров. Ну, окей. Вот, в общем, такие вот интересные у нас дела. Я перейду постепенно к следующему докладу, который делал человек из Ethereum Foundation по имени Тони. Доклад был про размер блоков в Ethereum. Значит, здесь интересная, на самом деле, история, потому что, ну, все мы помним, или сторожилы, по крайней мере, помнят, дискуссии вокруг размера блоков в биткоине. Нужно ли его увеличивать или нет? И как вообще, на что это влияет? Ну, сюрприз, в Ethereum тоже есть размер блока, и он зависит от нескольких вещей, и в докладе было, опять-таки, упомянуто, перечислено вещь, от которых он зависит. Вообще, это все довольно многомерное же пространство, и нет такого единой метрики. То есть, можно, конечно, посчитать размер в байтах просто, а можно еще разложить его на составляющие и посмотреть, сколько там места занимает, например, CallData, сколько там места занимают с недавнего времени блобы. Это EAP 4844, который позволяет вставлять просто тупые данные в блок, что полезно для рулапов, которые это используют в качестве Data Availability вместо CallData. Также можно смотреть отдельно на Gas Limit, и тоже там были... На самом деле, не очень удобно пересказывать этот доклад, потому что там было много графиков, а без графиков как-то его странно пересказывать. Ну, в общем, одна метрика размера блока, это просто размер в байтах, который сам по себе раскладывается на несколько составляющих. Другая метрика, это лимит на Gas, который тоже менялся в ходе развития эфириума. Существует, оказывается, некоторое движение майнеров или движение валидаторов. У них, значит, называется сайт pumpthegas.org, где стейкеры сигнализируют о том, что они поддерживают увеличение лимита на газ в блоке до 40 миллионов с текущих 30 миллионов. Есть EAP на этот предмет, что, значит, некоторые стейкеры считают, что 40 миллионов будет тоже норм. Вещь, которая мне показалась интересной из этого всего доклада, я там, ну, опущу детали, которые, возможно, я сам не полностью хорошо понял. Деталь такая, что вопрос можно задать себе, не являются ли блоки в эфире слишком большие, и дальше, конечно, мы задаем следующий вопрос, слишком большие для чего, на что это вообще влияет. Опять-таки, логика, которая верна со времен, в общем-то, since forever, со времен биткоина, про то, что чем больше блок, тем меньше он распространяется, тем медленнее он распространяется по сети, тем медленнее все приходят к консенсусу, это увеличивает вероятность форков и уменьшает в целом эффективность системы. То есть мы хотели бы, чтобы блоки летали мгновенно, конечно, между всеми, но здесь есть некоторый компромисс между размером блока и скоростью его распространения. Но в контексте именно эфириума и конкретно EIP 4844, внедрение блоков в эфириум, еще такая отмечается интересная деталь, что с точки зрения билдера, который строит блок, блокы вообще-то незачем не нужны, потому что они увеличивают размер блока в байтах, блок этот становится тяжелее, и он медленнее распространяется, а чем медленнее распространяется блок, тем больше риска, что блок не войдет в итоговую цепочку. Соответственно, тот, кто его билдит, он рискует потерять MEV в этом блоке. И поэтому уже наблюдается такое поведение билдеров, что они занимают дискриминацией, и большие блоки или блоки, где много данных, вот этих тупых в блобах, они их не включают. Видимо, они не включают блобы в свои блоки, я так понимаю. Это, конечно, интересно. То есть, насколько вообще велика у нас возможность включать в данные блокчейнов такие данные, которые не несут никакого смысла в контексте протокола, потому что получается, что они увеличивают риски, ухудшают распространение блоков, но при этом не несут непосредственные выгоды операторам. А не из-за жителей это было в исходную идею роллапов, что у нас будут дешевые транзакции на втором слое, но при этом мы обопремся на секьюрити первого слоя и сэкономим как-то в воздухе на этом. Да, конечно, такая идея была, и, собственно, она и воплощается. Скорее вопрос в том, окей, опять-таки, как я понимаю эту проблематику, что в эфиреуме все становится сложнее в контексте мева, в контексте того, что большая, если не большая часть вообще экономической мотивации проистекает не из вот простой модели, что есть какой-то сервис, юзеры платят за сервис и все, а проистекает из того, что транзакции эксплуатируются в смысле какой-то сложной высокоуровневой семантики. То есть тот, кто строит блок, он не просто там, ну, транзакция платит комиссию, другая транзакция платит другую комиссию, а извлекает выгоду из того, как эти транзакции взаимодействуют между собой и должен вообще разбираться в том, как их интерпретировать. И, как я, опять-таки, понимаю, в контексте эфириума действительно они разбираются и их интерпретируют. А в контексте роллапа, видимо, не совсем или не настолько. И когда приходит кусок данных из роллапа, сам по себе этот кусок данных непонятно, как использовать, чтобы извлекать, например, роллапный меф. И вообще этот меф, скорее всего, извлекли уже секвенсеры этого роллапа. Поэтому, ну, все упирается в то, действительно, что, ну, скажем так, с одной стороны, можно было бы сказать, что это просто вопрос прайсинга, и что, окей, если у нас блобы несут какой-то риск для валидаторов, то давайте просто мы на них навесим высокую цену, у нас будет включение блоба в блок стоит дорого, и это окупит риск, который берут на себя валидаторы. Но мне кажется, здесь проблема в том, что этот риск сложно оценить, или, может быть, его как бы сложно оценить opportunity cost, наверное, так можно было бы сказать. Потому что этот opportunity cost зависит не столько от параметров самого блоба, а не столько вот от того, что я 100 килобайт еще насколько быстрее бы мой блок подтвердился, если бы в нем не было вот этих 100 килобайт тупых данных, а скорее в том, насколько бы я больше мог заработать, если бы вместо 100 килобайт тупых данных у меня было бы 100 килобайт транзакций, из которых я бы миф извлекал. А вот это уже такой вопрос, на который вообще не очевидно как ответ получить. Вот, ну, это мое понимание, не знаю, опять-таки, какой из этого вывод сделать, я не знаю. Да, но я еще с другой стороны на это вдруг взглянул. У тебя есть протокол, тебе платят за то, чтобы ты там полидировал блоки, да, и там, исполнял какие-то смарт-контракты, в частности, смарт-контракты рулапов. Ну, так и делай то, за что тебе платят, чего ты размещаешься. Ну, так прикол же в том, что обработка транзакций рулапа делается вообще другими акторами. То есть валидаторы на первом слое, ну, мы не предполагаем от них, что они понимают всю семантику всех рулапов. Поэтому как бы тоже фишка рулапа в том, что они могут оперировать по какой-то своей логике, со своими виртуальными машинами, возможно, отличающимися от эфириумных, или там, в чем-то отличающимися. Ну да, мы не можем требовать от валидаторов первого слоя, чтобы они понимали всю логику всех вторых слоев. А зарабатывание денег происходит, получается, из того, что ты понимаешь именно логику происходящего. Не просто кладешь байты на чейн, а ты еще понимаешь, что за ними стоит. А понимать, что за ними стоит во всех вторых слоях, видимо, это не слишком тяжелая задача, может быть, пока. Нет, так мы не требуем. Это у них есть возможность заработать на этом, если они хотят. Но вообще-то от них требуется понимать там, не знаю, как блокализировать, что в смарт-контракте на первом уровне происходит, условно. И дальше говорится о том, что вот нам обидно, что мы не можем еще больше заработать, потому что на втором слое все очень сложно. Или, с другой стороны, говорить, что мы от них требуем, чтобы они понимали, что на втором слое происходит. Мне кажется, это уже какая-то избыточная логика. Мы как будто слишком сильно заботимся о них и их прибыли. Я понимаю, о чем ты, но мне кажется, здесь ключевой же риск в том, что предаторы первого уровня просто перестанут эти блобы включать в свои блоки. Они скажут, а нам вообще это неинтересно. Мы можем в эти данные 100 килобайт гораздо больше заработать на меве на первом слое и вообще про второй слой забыть. Как бы ваши комиссии за data availability для нас нам вообще неинтересны. Мне кажется, риск в этом заключается. Да, вероятно, вероятно. Но это, мне кажется, так причина, как раз по которой я сказал о том, что этот риск был зашит в саму идею второго слоя и, вероятно, не был осознан. Или был осознан на каком-то недостаточном уровне. Или, может быть, это решается так, что просто за data нужно больше платить валидатором на уровне протокола. И все. То есть это должен... То есть мы не можем от них требовать лучшего понимания. Мы можем просто им сказать, окей, мы поняли, data на самом деле стоит дороже. Будем платить больше. Ну и сделать это логичнее всего по результатам какого-то рыночного наблюдения. Вот мы видим, что они перестали включать, что второй слой у нас начал, не знаю, тормозить или падать. Мы этого не хотим, как Ethereum Foundation. И мы говорим, gas price за хранение глобов теперь выше. Да, ну, в целом я согласен. Сложный вопрос. Не получится ли так, что в итоге... Ну да, получается, в самом плохом сценарии, если это покрутить до конца, то выяснится, что второй слой вообще-то и не дешевле, чем первый, потому что, чтобы работал второй слой, первый слой должен согласиться на data availability, а он соглашается только если ему платить очень много, чтобы это окупало по unity cost от отсутствия MEVA в этих данных. Ну, возможно, кстати, возможно, отсюда же ноги растут у альтернативных data availability layers. Сети, которые придуманы только для того, чтобы хранить данные, тоже я лично не понимаю, где есть гарантии безопасности, откуда они берутся. Но есть же проекты, которые говорят, мы будем просто data availability layer. Кладите к нам данные, будем их хранить для рулапов или для чего-то. Да, ну и предельный случай, вот как ты сказал, что layer 2 станут не дешевле, чем layer 1, но мне кажется почему-то, что этого все-таки не произойдет, но вполне может произойти, что они просто станут дороже, чем сейчас. Потому что сейчас они сильно дешевле, и как будто бы та же самая security, и как будто бы единственный минус в том, что ну хочешь вывести на первый слой, подожди. Да, да. Мне показывались графики про то, как сильно упала цена за транзакции на рулапах после того, как они один за другим внедрили у себя блобы и стали класть данные не в cool data, а в блобы. И во многих, если не во всех рулапах, транзакции упали, их стоимость упала до меньше, чем одного цента, что, по крайней мере, short term вдохновляюще довольно звучит. Мне кажется, в каком-то из своих выступлений Виталик тоже, значит, отвечал хейтерам, что помнишь, был этот видос или цитата из интервью Виталика из подкаста Epicenter, какого-то там, 2014 года, где он говорил, что вот, там, Internet of Money cannot cost 5 cents a transaction. И потом над Виталиком все смеялись, что ха-ха-ха, 5 cents a transaction, транзакция стоит там 50 долларов. А теперь Виталик говорит, the joke is on you, как говорится, потому что сейчас на рулапах транзакция стоит меньше одного цента. Да и даже на L1 они стоят не таких уж огромных денег, как могло бы показаться. Окей, давай поедем дальше. Еще один доклад, про который я хотел бы поговорить, это был доклад Алекса Луковского из Matter Labs. Это был такой, знаешь, больше похож на Keynote, чем на такой технический, академический доклад. То есть он больше был такой провидение про наше финальное, ну да, на какое-то наше финальное видение. И аналогия, которую проводит докладчик здесь, мне кажется, не в первый раз, я ее слышу и от него, и, возможно, от кого-то еще, про то, что как внедрение HTTPS в интернет, протоколы, позволено развиваться интернет-коммерции, вообще построил интернет безопасный, надежный, как мы его знаем, такую же роль сейчас играет ZK в развитии блокчейнов. То есть наши текущие блокчейны, это как HTTP без шифрования, в принципе, работает, но нельзя это назвать супернадежным. А ZK это HTTPS для блокчейнов. И, ну да, главный такой, главный takeaway или главный слоган, я бы сказал, этого доклада, был про то, что ZK нам обеспечивает бесконечную масштабируемость с использованием рекурсий, потому что мы не просто можем производить доказательства того, что транзакция валидна, мы можем комбинировать эти доказательства и делать из них такие древовидные структуры, например, как деревья меркла, только из пруфов, и в итоге свернуть сколь угодно сложную, сложную computation, свернуть только в один короткий пруф, который просто проверить на любом смартфоне и вообще на любом устройстве. Это все, конечно, очень здорово. Вопрос, который у меня возник, я, собственно, его задал докладчику, что, собственно, с data availability, потому что некоторый, ну да, как-то некоторый инсайт важный, который у меня произошел, когда я разбирался в конструкции рулапов и разбирался, действительно ли вот так все хорошо, как выше было описано, но я осознал в какой-то момент, что для того, чтобы верифицировать валидность этих пруфов, все равно нужно обладать данными, то есть, чтобы проверить, что все переходы состояния были корректны, мне хотя бы, или там, чтобы какой-то определенный переход состояния был корректен, мне хотя бы нужно знать, какое было состояние до, какое было состояние после и какие были транзакции, которые привели из одного состояния в другое. А потом я уже беру пруф и, не выполняя эти транзакции, убеждаюсь, что если бы я их выполнил, то все было бы так, как оно есть, но мне вот данные все равно нужны. И, ну да, Алис на это ответил, что data availability решается фундаментально с помощью сэмплинга. То есть, этим ресерчем занимается эфириум, идея состоит в том, что у нас будет какой-то слой, который хранит эту самую data, и проверить, что данные действительно хранятся там, где якобы они хранятся, можно будет с помощью случайного сэмплинга, криптографического алгоритма, который проверяет, что данные действительно на месте, и с точки зрения хранителя данных невозможно, или, по крайней мере, невыгодно стереть часть этих данных со своего жесткого диска, чтобы экономить место, потому что неизвестно, какую именно часть, про какую именно часть будет запрошен проф, а дальше, если ты не сможешь доказать, что данные у тебя есть в какой-то короткий промежуток времени, то тебя накажут. Вот какая-то такая история. Ну и опять-таки, возможны некоторые компромиссы в смысле security data availability. Возможно, именно эфириум, как первый слой, будет служить слоем доступности данных только для каких-то высокоценных юзкейсов, условно для store of value, а это я уже продолжаю цифровать оплатчика, а условно повседневные транзакции будут происходить на валидиумах. А валидиумы, как я понимаю, это такие протоколы для хранения данных, которые хранят их не на чейне, а на какой-то дополнительной сети, предназначенной именно для этой цели. Или даже в каком-то, скажем так, комитете, который своей репутацией коллективной обеспечивает хранение этих данных. Я предлагаю пойти уже ближе к завершению и поговорить про ETH Berlin и постепенно закрулиться. Ну, точнее так, у меня есть заметки про два fireside чата с Виталиком. Один из них был на Допконе, а другой из них был на ETH Berlin. И, возможно, тоже имеет смысл их объединить, потому что это тот же самый Виталик выступает. Ну да, fireside чата — такой жанр, где говорят обо всем и ни о чем подробно. И только какие-то, может быть, отдельные интересные детали мне показались достойными того, чтобы их здесь осветить. Одна из интересных тем была освещена, когда Виталика спросили, что он думает насчет приватности и что он думает насчет внедрения инструментов для приватности в первый слой эфириума. На что он сказал, что, по крайней мере, до недавнего времени, как я его понял, он был против того, чтобы внедрять какие-то конкретные криптографические решения для приватности на первый слой, потому что еще не было понятно, какая именно криптография будет наиболее полезна для этой цели. Что как раз в 2018 году решили поддерживать определенные прикомпайлы для эллиптических кривых определенных и пейринги, а дальше предоставили уже разработчикам на уровне приложений возможность строить те решения, которые им кажутся нужными. Ну, то же самое интернадо кэш — это одно из этих решений, но далеко не только оно возможно. Будет ли приватность на общем уровне, на базовом уровне, пока не так уж понятно. Наверное, двигаясь уже в направлении ETH Berlin, да, про ETH Berlin, наверное, нужно отдельно сказать, выразить большой респект организаторам, такая группа людей под названием Department of Decentralization, который организует ETH Berlin, и в прошлом году протокол Берг-конференцию они организовывали, про которую мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков. Мне очень нравится то, что они делают, большой респект, что, ну, скажем так, в общем нашем потоке конференций и каких-то докладов, и идей, которые все более и более становятся такими финансиализированными, я бы сказал, люди все больше и больше думают про то, как переложить токены из одного кармана в другой, все-таки ETH Berlin, он больше про ценности и сохраняет тот шипропанковский дух, который нам, я думаю, многим из нас ценен, мне по крайней мере ценен, и говорит о приватности, о свободе совершать транзакции, и проекты на хакатоне, собственно, это главным образом и есть хакатон, они оцениваются, исходя из этих критериев, главным образом, а не из каких-то, не из каких-то более финансовых вещей. Виталик тоже участвовал в фаерсайд-чате на ETH Berlin, в частности обсудили, какую роль именно Берлин играет в истории эфириума, мне кажется, мы про это упоминали на прошлом выпуске уже, что здесь писались некоторые профконцепты перед запуском еще эфириума, здесь в Берлине, в смысле, состоялся Дивкон номер 0, и вообще политическая культура здесь, она довольно сильно делает акцент на ценностях, здесь очень сильная хакерская культура, и вообще вот этот вот вайп про то, что мы не пустим сюда большие корпорации, которые будут манипулировать вашими данными, а вместо этого мы в гараже паяльником сделаем какую-нибудь фиговину, которая будет работать в фрапанковском духе, вот это очень по-берлински звучит для меня, во крайней мере. Еще интересный вопрос, который Виталию задали, что бы он сделал по-другому в эфириуме, если бы он сейчас своими уже знаниями вернулся на 10 лет назад и принимал бы тогда решение, в каком виде запускать эфириум, Виталий говорит, что у него есть целый лист технических сожалений, вещей, которые он бы сделал по-другому, и несколько он перечислил. Он говорит, во-первых, что эфириум слишком сейчас завязан на 256-битные кривые, я не совсем понимаю хорошо, что это значит до конца, может быть, то, что у него 256-битная архитектура, у EVM, наверное. Пункт, который я, мне кажется, лучше понимаю, Виталик говорит, что, наверное, нам стоило больше оптимизироваться на то, чтобы в смарт-контрактах было меньше строчек кода, и чтобы языки, которые нацелены на разработчиков дапов, были, как я это читаю, более выскоуровневыми, и не нужно было, ну, я уже продолжаю от себя, там, не знаю, манипулировать какими-нибудь массивами вручную, или, ну, вот эти все вещи, которые ведут к большому количеству багов и хаков, которые с большим трудом обнаруживаются, да, или не обнаруживаются, или уже обнаруживаются в момент, когда у вас уверены деньги. То есть, наверное, в этом смысле можно было сделать лучше. Также пункт, который мы, мне кажется, упоминали на прошлом выпуске, что Виталик говорит, нужно было раньше переходить на Proof of Stake, мы слишком много времени уделили попыткам сделать идеальный Proof of Stake, вместо этого нужно было еще в 2018 году выкатить какую-то первую версию, чтобы она уже работала. Вот, еще одно сожаление Виталика, он говорит, что трансферы эфира должны выпускать логи, нужно было использовать SHA-256 вместо Ketchaka, а также нужно было, вот тоже не совсем я уже сейчас уверен, что он имел в виду, поддерживать инварианты в смарт-контрактах, видимо, это тоже имеет отношение к безопасности, что нужно какие-то было внедрить механизмы для того, чтобы виртуальная машина, видимо, могла проверять, что какие-нибудь балансы сходятся, или что какие-то варианты, опять-таки, которые должны всегда сохраняться, что они действительно сохраняются. Ну, как-то так. В общем, всегда приятно Виталику услышать и на него посмотреть, он очень вдохновляющий человек для меня, в общем-то, с тех пор, как я узнал, кто это такой. Ну и, наконец, последняя часть, наверное, этого выпуска, я расскажу немножко про победителей Хакатона. Значит, Хакатон продолжался, получается, почти не двое суток, около полутора суток. Начался он вечером пятницы и закончился утром воскресенья, после чего какое-то время заняло судейство, да, и присуждение оценок судьями, и вечером воскресенья, 26 мая, были награждены победители. И формат был такой, что со сцены объявляется топ-3 проекта, которые, значит, заняли три первых места в соответствующей категории, разработчики проекта, которые заняли первое место, приглашаются на сцену, и за пару минут объясняют, в чем смысл их проекта. Вот. Какие у нас были категории? Была категория мета. Мета-категория — это улучшение в инструментах, которые используются для организации самой конференции. То есть сама конференция пытается по максимуму использовать open-source и свободные тулы для организации. Они делают созвоны в GT, self-hosted вместо Google Mids или вместо какого-то Zoom. Еще там, ну, были перечислены, у меня этот слайд не сохранился, все инструменты, которые используются для планирования, там, чаты в Матриксе или что-то такое. Вот. Здесь победил проект, который, как я понимаю, использует Zero Knowledge для того, чтобы можно было анонимно отвечать на приглашения в Google календаре, доказывая, что ты часть какой-то группы через Zero Knowledge. То есть если есть какая-то организация, которая использует Google, ты не хочешь использовать Google, ты можешь какой-то вот хитро завернуть Zero Knowledge, чтобы Google про тебя не узнал. Ну, тоже, я могу на самом деле часто ошибаться в описаниях проектов, потому что у них было очень мало времени на то, чтобы рассказать о себе, и не всегда это было суперпонятно. Но я там предлагаю слушателям обратить внимание на то, какие вообще у нас категории. То есть у нас категория мета. Другая категория называется Defensive Tooling. Вот так, Defensive Tooling. И там победил проект под названием Shadow Links, где тоже я не полностью понимаю, как на самом деле это работает, но идея в том, что пользователи могут создавать новые анонимные аккаунты для того, чтобы с них платить за газ. В том числе это работает для Multisig кошелька Safe. Ну, могу со своей точки зрения сказать, что действительно этот момент мне казался всегда несколько скользким, что у тебя есть кошелек, тот же Multisig, это смарт-контракт, но чтобы им воспользоваться, нужен адрес с газом, а чтобы получить, в смысле, адрес с эфиром, чтобы платить за газ. А чтобы это сделать, нужно, соответственно, или засветить свой старый адрес с эфирами, или создать новый, но на него все равно нужно эфиры как-то положить. В общем, этот проект решает эту проблему каким-то образом с помощью Zero Knowledge. Следующая категория называется Freedom to Transact, свобода совершать транзакции, тоже очень важная, мне кажется, ценность для нас. Да, здесь проект, который занял первое место, называется Inclusion Bribes, и его, как я понял, главный смысл заключается в следующем. Представьте, что у вас есть смарт-контракт, который подвергается цензуре. Ну, то есть не сам контракт, сам контракт живет ночейне, но транзакции, которые к нему обращаются, подвергаются цензуре. Например, Торнадо Кэш, билдеры или валидаторы, как их ни назови, они могут исключать транзакции, которые обращаются к Торнадо Кэш. Проект предлагает следующее. Он предлагает делать взятки валидаторам, чтобы они включали все-таки такие транзакции. А взятки делаются следующим образом, что создается Backrunning Opportunity, то есть некоторая возможность извлечь MEV, но она будет валидна только в том случае, если перед этим будет вызван соответствующий контракт, который подвергается цензуре. То есть валидатору как будто говорят, вот если ты наберешься смелости вызвать транзакцию, которая обращается к Торнадо Кэш, помимо, собственно, комиссии за эту транзакцию, ты еще получишь некоторые MEV, которые я специально для тебя включил. Или специально для того, кто включит транзакцию в Торнадо. Мне кажется, это оригинальный довольно подход. Вот, еще проект на третьем месте в этой категории. Мне просто показалось забавное название. Его называется Rage Against the EU. Значит, rageagainst.eu. Я зашел на Xite, и они предлагают следующее, что они предлагают локальное приложение, которое ты устанавливаешь у себя на компьютере, а в нем у тебя запускается веб-интерфейс к DeFi протоколу. То есть, условно говоря, ты можешь там пользоваться Uniswap, не заходя в браузере на Uniswap. Что у него, какой у него домен, IO или что-нибудь. А ты открываешь приложение на своем компьютере, а у него, как я понимаю, подтягивается с GitHub, и билдится фронт-энд специально для тебя локально. Мне кажется, это очень, ну, тоже ценная история. Вот, хотя этот, ну, этот проект занял третье место, но я прочитал его сайт, мне показалось интересным о нем тоже рассказать. Вот. Social Technologies называется следующая категория, и там победил проект под названием ZooGitProves. И его идея заключается в следующем, что когда разработчики участвуют в дискуссиях, на каких-то форумах или где-то, то в идеале нам хотелось бы, чтобы их идеи или их предложения оценивались бы, исходя только из этих предложений, и не принимая во внимание репутацию автора. То есть, может быть, автор какой-нибудь уважаемый чел, и поэтому под его именем, значит, даже не очень валидное предложение будет воспринято хорошо. Или наоборот, какой-нибудь чел, который известен своим неоднозначным поведением, а он какие-то хорошие вещи предлагает, но их не воспринимает всерьез. Но одновременно хотелось бы понимать, хотелось бы уметь доказывать, если ты действительно что-то сделал для экосистемы существенное, доказывать, что ты действительно знаешь, что ты говоришь. И поэтому вот этот проект позволяет генерировать доказательства в Zero Knowledge того, что у тебя были коммиты в определенной репозитории. То есть, ты можешь, например, доказать, что ты коммитил в GES, например. Я вот здесь уже не знаю, может мне доказать, сколько ты коммитов сделал, или когда они были приняты, ну, хотя бы, что ты коммитил. А дальше ты можешь анонимно писать на форум и прикладывать доказательства, что ты являешься корр-разработчиком эфириума, не разглашая, кто ты на самом деле. Мне кажется, это клевая вообще история. Да, и можно получать бейджи соответствующие, то есть, можно получить бейдж эфириум-кор-контрибьютор, если у тебя есть Zero Knowledge, соответствующий пруф, или там EIP-райтер, что ты участвовал в написании EIP. Мне кажется, это прикольная идея. Еще была категория инфраструкчер, где победил проект что-то в духе того, что RISC-VVM, давайте писать смарт-контракты на Rust и деплоить их на EVM. Здесь ключевое слово Execution Environments. Я не очень понимаю, на самом деле, что это значит, но tagline – пишите смарт-контракты на Rust, деплоите в EVM. Ну и, наконец, Excellence Award. Несколько проектов были отмечены. Лучший смарт-контракт получил награду проект Catacombs. Что-то такое про гейминг я не совсем понял, потому что я не геймер. Best Social Impact получил проект под названием Carnation FM. И тоже, мне кажется, очень оригинальная история, очень оригинальная идея. Как я опять-таки понял, они предлагают сделать радиостанцию, которая будет совершенно без палева транслировать популярную музыку в эфир. Но треки будут обработаны таким образом, что где-то там внутри, в каких-то, знаешь, незначащих знаках после запятой будет закодировано какое-то сообщение. И то есть ты слушаешь музыку, но если у тебя стоит декодер правильным образом настроенный, то ты можешь декодировать в этой музыке закодированные секретные сообщения. Вот так вот. И оно может быть зашифровано, например, на твой публичный ключ, и ты только обладая соответствующим приватным ключом можешь его зашифровать. А так ты просто радио слушаешь. Ничего, никакого криминала здесь нет. Тоже довольно оригинально. Ну и, наконец, Best User Experience получил проект Trust Key Recovery. И, ну окей, я не уверен, что я сейчас точно опишу решение, но я хотя бы опишу проблему, которую они решают. Проблема, которую они решают, это то, что если вы хотите замутить для своего кошелька Social Recovery, то вы такие приходите к другу и говорите, хочешь ли ты быть моим, значит, Social Recovery Person. А друг такой говорит, что, я вообще ничего не понимаю, какой эфириум, какой рекаври, какие ключи. И вот в этом проблема, да? То есть вы хотите, по идее, доверить какую-то часть вашего ключа или какой-то запасной ключ человеку, которому вы в целом доверяете, но проблема в том, что этот человек вообще не понимает, чем тут занимаемся. И, ну вот проект, который победил в этой категории, Trust Key Recovery, он как раз, как я понял, облегчает вашим друзьям эту задачу, помочь вам восстановить ваш эфириумный ключ, если что, с помощью веб-аутентикации, с помощью PES-Key. Да, какие-то такие дела. Еще был там Treasure Hunt, такой аттракцион, где предлагалось ходить по этому огромному зданию. Это вот помещение, которое раньше называлось Factory Berlin, теперь оно называется CIC Innovation, что-то там. В общем, у него новые владельцы, но здание то же самое. В Кройцберге, около Герлитцер-парка, там было, по-моему, из пяти этажей четыре были наши. Значит, хакеры располагались в разных углах, в разных комнатках. Просто там очень смешно было вначале, в первом докладе, когда все только собрались в пятницу, и организаторы делали такой интродактор и спич, вот что вообще, где находится, расписание, где еда, где входы, выходы и так далее. Они говорили, что вот, значит, у нас есть двери, на дверях, значит, какая-то электронная система, и вот, значит, если белым она цветом горит, то, значит, комната не занята, если зеленым цветом она горит, то комната тоже не занята, но там что-то другое. А если красным горит, ну, в принципе, вы попробуйте, вы просто попробуйте. Если она откроется, то она откроется, если нет, значит, нет. Вот. Ну и так к чему? А, к тому, что было еще дополнительное задание, некоторые кивиасты, где нужно было по этому зданию ходить, какие-то загадки находить и решать пазлы. И тоже в этом конкурсе тоже кто-то победил и тоже получил какие-то призы. Ну, в общем, all in all, клевый ивент, мне очень понравилось, и TH Berlin, и, ну, так, он тоже. Много интересных докладов, даже не знаю, что-то у меня сегодня сложно с какими-то завершающими мыслями. Ну, рассказал, да. Надеюсь, вам тоже было интересно, и надеюсь, вы что-то из этого извлекли полезного для себя. Да, да, мне было интересно, и на самом деле настолько, что, может быть, в следующий раз можно чуть ли не начать с этих проектов, потому что, ну, мы погрузились в какие-то темы достаточно глубоко, а здесь мы несколько тем интересных покрыли быстро, и, может быть, слушатели потом захотят какие-то из этих проектов посмотреть. Да, да, ну, про проекты, если ты про победителей хакатонов, то у меня особо больше информации про них и нет, потому что это вот выходит победители, и дальше они в течение там пары минут буквально рассказывают, иногда довольно сбивчиво, о том, что они вообще пытаются сделать. Ну, я надеюсь, что я все-таки хоть как-то близко к тексту передал, что они пытались донести. Ну, клево, респект всем хакерам, респект организаторам, хочется больше таких ивентов, жду следующего. Но они не анонсировали, когда будет следующий и будет ли, но я очень надеюсь, что будет, обязательно на него скажу. Да, да, но интересно, в какую сторону у разработчиков просто идет мысль вот в таких условиях, как Атона, когда не нужно собирать инвестиции, а просто ты быстро что-то делаешь и выиграешь. Да, да. Мне очень понравилось, что были такие категории, ну, то есть, Payland to Transact, да, Defensive Tooling, то есть, они были про реальные какие-то вещи, про инструменты и про ценности одновременно. То есть, это не было там извлеките MEV лучше на 0,1% откуда-то. Такими вещами уже и без нас занимается много кто, а вот Акатон делает акцент на, ну, да, как было сказано выше, на изначальные ценности, шапропанговские, и на работающие инструменты, нежели чем презентации и обещания. Ну, да, у нас еще немножко контруинтуитивно получилось, что мы сами сказали, что нам MEV менее интересны, чем технические подробности, и в итоге про него разговаривали довольно много. Ну, а что? Нет, он интересен. Я не могу сказать, что он не интересен, но он скорее интересен в том ключе, что, с одной стороны, он вызывает к жизни большое количество технических решений, но также он вызывает, у меня, по крайней мере, вопрос о фундаментале, насколько это нам нужно в целом. Ну, стратегически. А тактически там очень много интересного внутри происходит, это можно обсуждать, я думаю, мы это будем еще обсуждать на следующих выпусках. Окей. Что ж, я думаю, на этой ноте мы можем завершить сегодняшний выпуск. Сергей, спасибо большое, что съездил туда и подготовил для нас такой подробный рассказ и так глубоко. Пожалуйста, и ехать далеко не пришлось. Полчаса на велике, и я там. Да, вот видишь ты еще, ты еще и на велике сохранил environment. Что ж, на этом мы попрощаемся с нашими служителями. Перед этим только скажем еще раз спасибо большое нашим патронам. И также спасибо нашим спонсорам. Это Zerion, умный кошелек для Web3 мира. Это PowerPool, протокол для автоматизации ончейн-операций. И это GOSH, Web3 гид-платформа. Это был подкаст «Базовый блок», 187 выпуск про конференции в Берлине. С вами был Иван Иваницкий и Сергей Тихомиров. Всем пока. Спасибо, Ваня, за компанию на этом выпуске. Спасибо, друзья, и хорошего дня. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok